Праздник Удивительный праздник Я знаю, что большинство праздниковых евреев построены по схеме Нас хотели убить, у них ничего не получилось, пойдемте покушаем Примерно так, плюс 7-8 И на каждый праздник мы специальные блюда готовим На столе должны быть определенные продукты Мы их будем кушать в определенном порядке Все нормально Ну да, скоро будет праздник, когда кушать, кстати, не стоит Ну это чуть-чуть надо подождать И скоро вы будете поститься Аллилуйя Какое-то небодрое аллилуйя И сейчас идет праздник, вот буквально завтра Уже мы будем друг друга поздравлять с Новым Годом Новый Год, прекрасная пора И праздник мне нравится своей идеей Потому что в этом празднике заключена идея нового начала Еще в детстве, ну я лично ожидал этот праздник Я знал, что что-то должно начаться и все будет по-новому Когда я стал постарше, то столы, они уже выглядели чуть по-другому И мы минут за 15 до 12 часов начинали поднимать бокалы и провожать Старый Год И когда мы его провожали, мы говорили, пусть все, что было плохое, оно останется вот в Старом Году А все новое, хорошее Будет у нас в Новом Году Все бы так, но каждый год одно и то же Старое никуда не уходило Оно преследовало нас Несмотря на все наши прекрасные пожелания Тосты Все равно приходили какие-то неприятности, невзгоды, болезни Все равно что-то приходило, что нам не очень нравилось Но мы упорно год за годом желали друг другу, чтобы все старое и плохое осталось сзади А новое пришло Печально для меня было, когда я понял, что оказывается, кроме пожеланий Фундамента для изменений нет Но у евреев нечто другое происходит Кроме идеи нового начала, эти праздники заключают в себе еще одну очень неприятную идею Это идея суда Мы будем судимы в эти дни Как вам радостное ожидание суда? Понимаете, о чем я говорю? Когда человека ожидает суд, это некая неизвестность Которая влияет на его жизнь И неизвестно, как это повлияет Может быть хорошо, а может быть не очень Я знаю одного человека, который смотрит сейчас нас и слушает то, что я здесь говорю Это ваш Равин Валентин Романович Привет У него на этой неделе был суд Знаете, нет? Ну, кто-то знает, кто-то нет У него был суд И приговора не было Представляете? Ему сказали, иди Все хорошо, все в порядке Как вы думаете? Пережил он некую радость и облегчение? Когда ты ожидаешь суда Ситуация была ерундовая Ну, как бы ничего сложного Но все равно ты ожидаешь И неизвестно, какой приговор будет вынесен И когда ты слышишь Никакого приговора Ничего страшного Все, пожалуйста, вы свободны, идите Облегчение Радость Но вопрос к вам здесь присутствующий А как вы думаете, какой приговор будет у вас? Какой приговор на следующий год Будет у вас И все в Израиле Они друг друга встречают И говорят Шарату Вауми Тука Хорошие тебе записи В книгу жизни на следующий год Но послушайте Если мы Не предпринем Определенных действий То хорошей записи На следующий год не будет И я открываю Книги Книгу Ниеми И читаю из нее Начиная с первого стиха Когда наступил седьмой месяц И сыны Израилевы Жили по городам своим Тогда собрался весь народ Как один человек На площадь которой Перед водяными воротами И сказали Книжнику Ездре Чтобы он принес книгу Закона Моисея Который заповедовал Господь Израилю И так В седьмой месяц Новый год у нас В седьмой месяц Никого это не смущает? Все опять Как не у людей Восьмая Восьмая глава Книга Ниеми Устройство календаря Весьма любопытно Вообще календарь Эта штука Очень интересная Вы знаете Что Мы можем объяснить Почему в месяце Двадцать девять Или тридцать дней Потому что Луна Имеет вот такой цикл Мы можем объяснить Почему Год содержит Триста шестьдесят Пять дней Потому что Солнце Имеет вот такой цикл А почему В неделе Семь дней? Аааа Оказывается Это толстая книга Говорит нам Что кто-то За шесть дней Создал Небо Землю Человека А в седьмой день Другого Объяснения нет Можно Спросить У любого человека Чтобы он Попробовал Это объяснить Но не открыв Тору Вы объяснить Не сможете Почему все Человечество Верующие Или верующие Живут По семидневной Неделе Понятно Да? Итак Когда-то Астрономический Новый год У евреев Начинался В этот праздник Который Назывался Йом Троа И Этот праздник Начал свое Существование Как говорят Наши мудрецы Со времени Сотворения И когда мы Переворачиваем Сегодня В эти дни Календарь То мы говорим Это вот год Со дня Со дня Сотворения Мира Понятно Да? Тут все просто Но в один Определенный момент История Израиля Когда Всевышний Выводит Свой народ Он говорит Не-не-не Теперь Ниссан Будет Первым И мы Получаем Еще один Новый год Новый год царей Года царствования Царей Были привязаны К Пейсаху А Астрономический Год Когда мы Переворачиваем Календарь Он остается Только в седьмом Месяце Понятно Да? И вот В такой праздник Люди собрались Возле В Иерусалиме Перед водяными воротами И принес Священник Ездра Закон Перед собранием Мужчин И женщин Всех Которые могли Понимать В первый день Седьмого месяца И читал Из него На площади Которая Перед водяными воротами От расцвета До полудня Вам повезло Вы пришли Немного позже И читать Я буду меньше Перед мужчинами И женщинами И всеми Которые могли Понимать И уже Всего народа Были преклонены К книге Закона Понятно Да? Как бы ситуация Понятна? У меня завис Компьютер Все отлично Итак Когда Они читали Народ Знаете Что начал делать? Плакать Хороший праздник Обрдались Но священники Начинают Их успокаивать И говорить Не печальтесь И не плачьте Радость Пред Богом Сила Наша А что Не плакали? Когда звучит Закон И человек Обличаем Законом Он понимает Что он Не соответствует Требования Закона Но тогда Когда ты понимаешь Что Есть Творец Который Будет тебя Судить По твоим делам И тому Что ты Нарушил Его закон Ты понимаешь Что пора Плакать Потому что Нет оправдания И нужно Понимать Для себя Что закон Никогда Не давался Для оправдания Закон Давался Для того Чтобы мы Могли Жить По нему Не было Искупления Не было Возможности Придти Пред Богом И сказать Я Исполнил Весь Закон Нельзя Было Оправдаться Потому что Нарушивший Одну Заповедь Нарушил Все Весь Закон И люди Которые Читали Они понимали Что Нарушили Далеко Ни Одну И если Вы будете Честны Перед собой То вы Поймете Тоже Что не Все Хорошо Было В этом Году В вашей Жизни Мы Умудряемся Несмотря на то Что мы Вроде Верующие Бритха Даша Мы Верующие Нового Завета Мы Умудряемся Нарушать Закон Хотя По идее Не должны Но И тогда И мы Будем Судимы По нашим Делам Но мы Надеемся На какое Слово Милость Да Милость Которая Превозносится Над судом Но очень Часто Люди Забывают Что суд Без милости Не оказавшему Милость И вот Когда люди Начали плакать Священники Начали их Успокаивать Это не то Что происходит Сегодня Когда вы Видите Грешника Который Плачет Вы его Успокаиваете И говорите Ну не переживай Ну что ты так Близко к сердцу Берешь Ну что страшного Не мешай Пускай плачет Пускай плачет Кается И Всевышний Коснется его И исцелит его Раны И его сердце Но священники Тогда говорили Израилю Который Начал плакать Не печальтесь Не плачьте Есть время Для покаяния Вот в чем Радость Для человека Есть время Еще Покаяться И отделяются Дни трепета Для тех Которые за 30 дней Не успели Привести Свои дела В порядок На этой земле Отделяются Еще дни трепета Между Рошхашина И Йом-Кипуром У вас Буквально Остался Один день И еще Вот эти Дни трепета Чтобы Привести Свои дела На земле В порядок Потому что Мы Когда читаем Молитву Отче наш Мы ставим Себя В зависимости От своего Прощения Потому что Мы говорим Прости нам Долги Наши Как и мы Прощаем Должникам Нашим Поэтому В общем-то Нужно Прощать Но идея Прощения Это Идея Которая В общем-то Несправедлива Справедлива Чтобы Того Человека Который Поступил По отношению К нам Нехорошо Наказали Здесь Сейчас Желательно Так Чтобы Я видел И сказал Ну ладно Хватит Достаточно Чтобы Наше Чувство Справедливости Оно Было Удовлетворено А Иначе За что Его Прощать А Если Этот Гад Вообще Не думает Прощение Просить Как Его Вообще Прощать И вы знаете Был в Израиле Человек Звали Его Ахитофел Что-то Слышали Про такого Парня Умный Был Парень А Писание Нам говорит Что Те Кто Спрашивал Совет Ахитофела Это Все равно Что Он Спросил Совет У Самого Бога Незадача Знаете Как Его Звали Ахитофел Слово Ах Что Это Мой Мальчик Пришел Сын Старший Вот Он Подписан У меня В Телефоне Ах Брат Ну Видно Его Младший Брат Так Назвал Его Брат А вот Брат Кого Знаете Вот Этот Умный Человек Братом Кого Был Безумие Его Имя Обозначает Брат Безумие Вообще Как Умному Человеку С таким Именем Жить Да Ну Как-то Так Получилось Что Вот Был Ахитофел И Его Имя Мы Это Не Понимаем Ну Для Нас Ахитофел Но Вообще Это Брат Безумие И Это Был Тот Человек Который Стал Прообразом Иуды Он Предал Своего Друга Это Был Ближайший Советник И Друг Давида Но Он Предал И Если Вы Поинтересуетесь Почему Я Вам Скажу Потому Что Бат Шева Или Версавия Была Его Внучкой А Давид Поступил По отношению К ней Но Очень Нехорошо Был ли Повод У Ахитофела Обидеться На Давида Железно Он Такое Сделал Что Точно Можно Было Обидеться Но Вы Знаете Что Интересно Оказывается Если Ахитофел Был Дедушкой То У Этой Девочки Должен Был Быть Еще Кто Папа А Папа Должен Был Обидеться Обязательно И Папа Папа Был Тоже Непростым Человеком А Папе Вы Знаете Наверное Еще Меньше Чем Об Ахитофеле У Давида Были Сильные И Папа Входил В 30 Сильных Давида То есть Он Был Частью Силы Давида Он Был Героем Который В Войне Показал Свою Мощь Серьезно Парень Но Вы Знаете В Конфликте Он Стал На Сторон Давида Два Человека Отец И Сын Или Дед И Отец Один Стал Братом Безумия А Другой Вошел В 30 Сильных Давида Разница В Прощении Какая Маленькая Деталь Прощение Тебя Делает Сильным Давидом А не Прощение Братом Безумия И Это Эти Дни Когда Бог Призывает Нас Прощать Просить Прощение Примиряться И Это Есть Основание Для Того Чтобы Следующий Год Был Действительно Записан В Книгу Жизни Хорошим Сладким Но Если В сердце Непрощение Нет Желания Примирения Мало Что Изменится На Будущий Год Простая Мысль Да Простая Понятна Но Как-то Такая Гнетущая Тишина В зале Я Понимаю Что Ну В общем-то Слово Не очень Приятное Как Это Не Странно Для Верующих Нового Завета Трудно Прощать Есть Такая Молитва И Когда Я В прошлую Неделю Произносил И У меня Есть Привилегия Попросить У вас У всех Прощения У меня Микрофон Вы меня Все Слышите Я Говорю Послушайте Простите Меня Пожалуйста За то Что я Говорил Когда Должен Был Молчать За то Что я Молчал Когда Должен Был Говорить За то Что я Делал Когда Не Должен Был Делать Или Когда Я Должен Был Делать Я Не Делал В общем-то Я Описал Вообще Все Ситуации И один человек мне говорит, что ты имеешь конкретно в виду? Вот ты начал просить, давай с этого места поподробнее. Ваша задача сделать только одно, сказать прощаем. Спасибо. Спасибо. Если вы действительно что-то имеете, лучше подойдите ко мне и скажите, я попрошу прощения. Но проще, проще простить. Да, если есть за что, я не шучу, скажите, подойдите, я попрошу прощения. Но знаете, смотреть на человека так, причину, говорю, что, 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 а ну с этого места подробнее, а ну объясни. Не надо. Мы призваны что делать? Прощать. Прощать. Если есть за что, помогите человеку действительно осознать, что есть за что, покаяться и все равно придется простить. Если вы кому-то имеете, пойдите, скажите. И опять-таки, что сделаете? Примиритесь. И все это вы можете легко сделать после служения. Это такое практическое занятие. Знаете, я учил эту неделю действительно в МЖБА и я очень рад за этих людей. Я учил о праздниках, и мы говорили о празднике Ханука. Я говорю, посмотрите, стены уже пора бы было обновить. Мы не взяли и обновили. Они практически применили то слово, которое они приняли. И то же самое я говорю вам. Практически сделайте это. Пойдите к своим знакомым, друзьям, начните просить у них прощения. Они удивятся. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Когда вы приходите к человеку, они начинают спрашивать, слушай, ну вроде все нормально, за что ты просишь прощения? И можно сказать правду. Я готовлюсь к суду. Я готовлюсь к суду. Потому что вот в эти дни Бог будет судить свое творение. Я не хочу тебя расстраивать, тебя тоже. Но я хочу подготовиться. С этого момента вы можете спокойно рассказать Евангелие. Тем людям, которые его не знают. Это очень легко и просто. Такая хорошая еврейская традиция. И потом идет праздник. Праздник искупленных. А, извините, Йом-Кипур. Йом-Кипур, когда мы ожидаем искупления. Когда мы смотрим в жертвы Синая, вы узнаете, что в зависимости от греха нужно было принести положенную жертву. Но была еще одна деталь. Покаяние. Покаяние очень специфично. К сожалению, часто это сводится к некой формуле. Каюсь, каюсь, отрекаюсь, святым духом наполняешь. И потом по новой. В иудаизме несколько сложнее процесс. Знание, осознание, принятие решений, исповедание, отвращение от греха, исследование принятому решению. Процесс несколько более сложный, как вы поняли. Но есть проблема. Человек умеет грешить грехами неведения. Грехами, за которые вам трудно будет покаяться. И покаяние на всякий случай за все, что я не сказал, не проходят по конкурсу. Это понятно, да? Поэтому была жертва очень специфическая. О празднике Йом-Кипур, может быть, люди не слышали. Но историю про козла отпущения, которым никто не хочет быть, люди точно знают. И вот на это животное возлагались грехи и неведения народа. Все было бы хорошо, но проблема заключается в том, что эта жертва когда-то принималась, а когда-то не принималась. Все остальные жертвы, они требовали от вас веры. А здесь вы можете верить во что угодно. Если нить сверхъестественным образом не меняла свой цвет, грехи не были приняты. Вы могли исповедовать все, что вы хотите, кричать, что вы верите, что он не принят. Но если нить не изменила цвет, весь Израиль знал, что жертва не принята. И на сегодняшний день, я могу сказать, многое изменилось. Но откуда вы знаете, что жертва за грехи и неведения принята? Есть ли у вас свидетельство о том, что ваши грехи и неведения прощены? Первое послание апостола Иоанна, 1 глава 7 стих говорит, если ходим во свете, то имеем что? Оказывается, если вы не имеете общения, извините меня, вы не во свете. И кровь Ишоа Машеха не омывает вас от всякого греха. Поэтому, если вы находитесь дома и не являетесь частью собрания верующих людей, не имеете общения, то извините меня, грехи вам не прощены, грехи не веще, по крайней мере. И никаких откровений с неба вы не получаете. Все ваши откровения не из того источника, потому что вы находитесь во тьме. Писание очень просто говорит. Давид писал к святым и праведным, которые на земле стремление мое. Сейчас легко быть членом виртуальной церкви. Сейчас легко иметь общение со всеми верующими по всему миру, не выходя из дома. Но это не то, о чем говорит это местописание. Потому что там стоит очень специфичное слово канония, обмен жизнью. Вы сильно поменяетесь жизнью по интернету? А? Не получится. Нам нужно встречаться лицом к лицу, нам нужно соприкасаться с друг другом, нам нужно служить, сострадать, делать какие-то дела вместе. Тогда мы будем осуществлять этот обмен жизнью. А по интернету не получится. Интернет это лишь одна маленькая часть жизни человека. А все надо, чтобы происходило в реальном физическом мире. общение по интернету это поверхностное общение ни о чем. Это отношения очень легкие и поверхностные, перед которыми при испытаниях распадутся. И я разговаривал со студентами и спрашивал, вы лучше узнали друг друга, когда вы красили стены? Я говорю, да. Вы делали какую-то простую работу, но вас эта работа каким-то образом сблизила, вы узнали какую-то историю из чужой жизни, вы увидели, как человек ведет себя в каких-то обстоятельствах. Когда вы проходите время вместе, проводите время вместе, вы узнаете друг друга. Но по интернету ничего не происходит. Вы улыбнулись, поговорили, закрыли экран и стали настоящим. Я понятные вещи говорю? Поэтому Израиль, когда он примирился, ожидал с трепетом вот этого состояния, когда он получит оправдание. Я понятно говорю? Поэтому общайтесь, примиряйтесь и ожидайте. И приговор будет оправдательным. Если вы выполняете такие простые требования. И затем наступает праздник искупленных. Я могу сказать, что праздник искупленных это праздник всех новозаветных верующих. Мы искупленные? Чей это праздник? Наш. Наш праздник. Это не только праздник для евреев. Это еще и наш праздник. праздник искупленных. И мудрецы говорили, тот, кто не видел шествия на этот праздник, когда они пели псалом, будем черпать воду из источников спасения, кто не видел этого, не знает, что такое радость. Потому что радость искупленных с этим ничто не могло сравниться. И весь Иерусалим наполнялся радостью веселья. И Израиль начинал приносить жертвы. Очень специфическая и очень интересная жертва. Эта жертва была за других. Искупленные начинают приносить жертвы и ходатайствовать за тех людей, которые не пережили искупление. так жил Израиль. Должны ли мы так жить? Вы со мной? У вас как раз начинаются дни, когда вы должны приглашать людей на собрание. Почему? Потому что вы должны переживать за тех, кто не пережил искупление. И если вы не начали переживать за это, то поверьте, вы наверное не поняли, что вы сами имеете. Потому что когда вы пережили искупление, желание вашего сердца должно быть таковым, чтобы и другие люди, которые не знают об этом, они об этом как минимум узнали. Максимум пережили. И это нормальное состояние для искупленных. И ненормально, когда вы не хотите этим делиться. У меня когда-то был случай, когда я проходил курс взрывной евангелизации и меня попросили поговорить с одним парнем. А он был в верующей семье, рожден уже в церкви и в общем-то он был верующим. Но почему-то он неправильно ответил на вопросы относительно спасения, которые задавались в этом курсе. пришлось с ним общаться. И в конце этого общения он мне говорит проведи меня через молитву покаяния. Я ему говорю послушай, ну ты как бы вырос в церкви, все нормально. Говорит я хочу. Я говорю ну если ты хочешь пожалуйста. И я провел его через эту молитву. Он помолился, покаялся и говорит выпиши мне, а там есть такое бланку этих ребят свидетельство о духовном рождении. Он говорит пожалуйста выпиши мне эту штуку. Я говорю окей, но если человек хочет, почему мне же не тяжело, я выписываю. И я спрашиваю его, скажи мне пожалуйста, а кому ты расскажешь сегодня об этом? Он говорит никому. Я говорю в смысле? Ну ты же родился свидетельством по идее это же радость. Кому? Никому. Я говорю скажи мне, а если бы ты выиграл сегодня в лотерею, твои друзья об этом знали? Говорят конечно все. И мне пришлось еще пообщаться с этим молодым человеком. Почему мы не хотим делиться той радостью спасения, которая у нас есть? Потому что мы не до конца понимаем, что же мы на самом деле получили и пережили. Не надо говорить аминь. Просто задумайтесь. я понимаю, что слово получилось не очень праздничным. Но вы должны подготовиться к этим праздникам для того, чтобы они действительно были праздниками. Праздниками жизни, искупления, благословения. Не только для вас, но для ваших родных, близких, знакомых и даже незнакомых людей. Чтобы Царство Божие наполнилось. И я всегда спрашиваю у людей, послушайте, для чего вам, для чего вам, чтобы другие люди каялись? Какая ваша личная заинтересованность в этом? Если у вас нету личной заинтересованности, поверьте, вы делать ничего не будете. Будет приходить проповедник, один, второй, третий, четвертый, понуждать вас, рассказывать, вы заждетесь, какое-то время пройдете, и потом все равно потухнете. Потому что вы будете воспринимать это как нечто, что вам, в общем-то, нужно делать подолгу. Я понятные вещи говорю? Потому что многие верующие, когда они не евангелизируют, а слышат эти слова с кафедры, они чувствуют, что как-то не все хорошо в их жизни. Они понимают, что как бы надо было, но не очень хочется. Как бы должен, но не могу. И есть разное оправдание, почему не могу. Потому что нету личной заинтересованности. Я открою вам секрет. Все мы идем на небо. И там будет великий пир. и если вы никого с собой не приведете, рядом с вами будет пусто. Посмотрите на пустые места в зале. Рядом с вами может быть пусто. И вы представляете веселье, когда столы полны у кого-то, много сидит за одним столом, все радуются, смеются, а вы сидите за столом один. Ну или у вас двое. Как вы себя будете чувствовать? я бы чувствовал себя не очень комфортно. Потому что я хотел бы быть за столом, где много людей и все радуются, чем сидеть за столом и смотреть на чужую радость. Но это время, когда мы берем вот этих людей с собой, когда мы проповедуем, мы приводим людей в Царство Небесное и с этими людьми мы будем сидеть. Они будут сидеть рядом с вами. Потому что это ваши плоды в Царство. И тогда пир наполнится возлежащими, и тогда действительно вам будет там не одиноко. Сейчас вам комфортно, но потом может быть очень неудобно. Поэтому загоритесь желанием, чтобы те плоды, с которыми вы придете, те люди, которых вечности рядом с ними. Аминь. Опять, как-то не бодрого сегодня. Аминь. Пускай Господь благословит вас в этом году, особенно в то, во что мы входим постепенно. Прошлый год у нас был годом веры, твердых решений в Боге. И знаете, мы хочу продолжить следующий этап для нашей общины и общин, которые в сотрудничестве с Орхамашиэх. Дорогие друзья, следующий год у нас год пересечения того бурлящего состояния, в котором мы находимся. Господь обращается к Иисусу нами, но и говорит через три дня вы пересечете Иордан. Они не переходили одни. Они переходили со всем своим семейством, со всем, что они имели. Они пришли к Иордану, и когда священники вступили в Иордан, а это задача каждого служителя в общине Орхамашиэх, Бетель, у нас Бетсимха, у нас есть Ахава-Ишуа, для вас войти в веру в то, что Бог обещал дать. Я хочу зачитать вам отрывок из Иисуса Навина, где очень интересные слова говорит и обращается к нам Господь через Иисуса Навина. Вспомните, что заповедовал вам Моисей, раб Господень, говоря, Господь Бог наш успокоил нас и дал нам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом, а вы все, могущие сражаться, вооружитесь, идите перед братьями вашими, помогайте им. Интересно, за Иорданом, но мы переходим за Иордан. Нам необходимо, чтобы этот год был переходом за Иордан со всем нашим семейством. Это означает, что этот год год семьи, отношений, взаимоотношений между мужем и женой, детьми, между братьями и сестрами, между общинами, праздниками, которые будут фокусированы на одну точку. Семья, Божья семья в этом году для каждого из нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!